Здравствуйте! Пришло время подведения итогов за прошлую неделю. По существу. Итак. Путин подписал указ о назначении Чубайса. Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу Роснана Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для настижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля. Анатолий Чубайс о новом назначении высказался на своей странице в Facebook. Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично. Чубайс проводил грабительскую приватизацию в 90-х и организовывал уничтожение промышленности никак не в интересах страны. Он всегда действовал в интересах миллиардеров и олигархов, которые захватили власть в начале 90-х. Чая непростого народа его никогда не интересовали. Назначение Чубайса связано с тем, чтобы сохранить отношение крупного российского капитала с иностранным и избежать ужесточения персональных экономических санкций. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к некоторым интернет-ресурсам, включая возможность замедлять их трафик. Комитет Госдумы поддержал законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру. Группа депутатов и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому Роскомнадзор сможет блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Отмечается, что под действие документа попадают YouTube, Facebook и Twitter. Рассмотрение документа в первом чтении было запланировано на 9 декабря. Начинается подготовка к предвыборной кампании 2021 года. Уже идет смена состава Центральной избирательной комиссии. Телевидение, как инструмент пропаганды правящего класса, теряет свои лидирующие позиции. Информационная война давно перекочевала в интернет, а все ключевые рычаги по управлению всемирной паутины в руках западных корпораций. Российский капитал судорожно пытается наладить собственный контроль и цензуру, которая необходима как элемент надзора за настроениями народа и правильной предвыборной кампании. 5 января в штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Верхнюю палату законодательного органа страны. На кону в штате сразу два мандата, которые могут решить вопрос контроля над Сенатом. Выступая перед сторонниками в штате Джорджия, Трамп посчитал, что демократы хотят привести США к коммунизму. Он заявил, вы будете решать, будут ли ваши дети расти в социалистической стране или же они вырастут в свободной стране. Я скажу вам, что социализм это только начало для этих людей. Эти люди хотят пойти дальше, чем социализм. Они хотят перейти к коммунистической форме правления. Я в этом не сомневаюсь. Слова социализм и коммунизм давно стали пугалом для западного общества. Никто не помнит, что они на самом деле означают, но все искренне боятся. О каком социализме может идти речь, когда все основные средства производства находятся в руках конкретных миллиардеров? А с другой стороны, миллионы простых американцев теряют работу, жилье, средства к существованию. Они не подозревают, что социализм это отсутствие безработицы, уверенность в завтрашнем дне, бесплатная медицина и образование. Ничего подобного очередная избранная власть США точно не даст. В России продолжается подготовка к большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, в рамках которой ведется прием вопросов от россиян. Ставшую же традиционной большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в 2020 году состоится 17 декабря. Из-за пандемии коронавируса в нынешнем году мероприятие будет проводиться в режиме видеосвязи. В этот день президент будет находиться в специальной студии в Новогорёво и видеть всех участников во всех точках. Общение Путина с россиянами объединит сразу два популярных формата – большую пресс-конференцию и прямую линию. Вся эта прямая линия – чистой воды пиар. Если считать, что эта линия позволяет осуществлять обратную связь с народом и принимать какие-то управленческие решения, тогда надо сказать, что эта обратная связь должна быть каждодневной, не эпизодической раз в год, а постоянно работающей. Но это будет только тогда, когда народ будет представлять собой хоть что-то, кроме электората, хоть какое-то единое целое. У президента сейчас пропасть между верхами, его знакомыми и сотоварищами корешами и олигархами, и народом всё растёт и растёт, и думать, что через эту пропасть можно перекинуть какой-то мостик в виде так называемой обратной связи прямой линии, не получится. Лукашенко назвал безработных тунеядцами и поручил устроить их на работу. По мнению Лукашенко, неработающие граждане должны быть поставлены на учёт и отправлены работать в принудительном порядке. Он поручил местным органам власти совместно с милицией взять контроль над этим вопросом во избежание роста преступности. Любопытно, а в чьих интересах должны люди принудительно работать и кто получит прибыль от их труда? Будут ли они работать по своей специальности? Нет никакой вины людей в том, что они попали под проводимую в организации оптимизацию и сокращение штата, что их профессия не востребована, что они предпенсионного возраста. Если предприятия принадлежат частным владельцам и государство проводит политику в интересах конкретных людей, то будет и безработица, высокие уровни неравенства и преступности. О важном за неделю только по существу. Если понравился ролик, то ставьте лайк, распространяйте это видео и подписывайтесь на Patreon. Ссылка в описании. Спасибо за внимание. Продолжение следует...